От удару Маланки загорелся дах. Пожар подчас на вольнице узник у везцы Лакно Гродзенского района. Тут горела приватная хата, которую господары выкористовывали как дачу. Со слов уладальницы, она займалась господарчими справами на участку. Коли началась на вольнице, женщина вошла в дом. Почувши эмоциональный рука, господиня покинула это без уваги. Об пожаре гражданка догадалась только, коли дах был целиком охопленный огнем. Под раздражениями МНС у сгорания было оперативно ликвидовано, обошлось и без охвяр. До слова Сёрита, на Гродзеншине это 11-й выпадок у сгорания будинка от удару Маланки. Потерпелых подчас на вольнице за этот период не было. При грозе особую опасность представляет поражение молнии. Поэтому необходимо соблюдать некоторые правила. Если вы находитесь в доме, воздержитесь от разговоров по телефону, закройте окна и двери, исключите сквозняки и не пользуйтесь электрическими приборами. Если находитесь на улице, не стойте на возвышенности, отойдите подальше от высоких деревьев и рекламных щитов. Если находитесь у водоема, отойдите от берега и найдите укрытие среди низкорослых деревьев. По прогнозах синоптика, у тягом ближайших суток у особных районах в области на вольнице протягнутся. Местами пройдут дожды. На двор я бы мовить неустойливые поветранные массы с полночи Европы. Тому вертание спеки покуль не чакается. Температура будет вахаться от плюс 16 до 21 градуса. Ближе и до выходных верогодность смоцных опадков и на вольниц истотно сменьшится. В пятницу еще в отдельных районах области ожидаются кратковременные дожди, а в субботу будет уже преимущественно без осадков. Ночная температура воздуха плюс 7, плюс 12, днем плюс 15-20, местами прогреется до 22 градусов тепла. Продолжение следует...